здравствуйте сергей алексеевич здравствуйте меня зовут анна алексеевна департамент искания восточный экспресс-банк звоню по поводу вашего кредита равный платеж жизни от 29 сентября 2015 года оформленного оплата не поступает длительный срок все еще не связано анна алексеевна не рано вы звоните нет 7 часов утра уже было правда я стою только 8 сергей алексеевич банк может осуществлять свою деятельность 7 часов утра соответственно вы сейчас находитесь на задолженности вам присвоен статус должника 33 день в восточном экспресс-банке будьте добры ответить на элементарный вопрос по какой причине оплата не производится они по какой нету денег все в связи с чем у вас нет денежных средств как вы это подтвердили документально я не буду ничего подтверждать как-то вы взяли кредит восточном экспресс-банке в банке сергей алексеевич какие-то у вас есть претензии ко мне если вам было что-то не устраивает подавайте дело в суд будем в суде разбираться по телефону не суме это нам судебные издержки оплачивать кто будет вы сергей вы оформили кредит не так давно вы уже находитесь на задолженности не в первый раз и вы об этом прекрасно знаете теперь повторное нарушение условий кредитного договора какие жизненные обстоятельства бывают разные потерял работу и что вы делаете вас не устраивает подавайте дело в суд что вы делаете для решения данной ситуации да ничего не делаю почему вы ничего не делаете а потому что нет выхода было денежные средства сергей алексеевич взяли у коммерческой финансовой организации такой как банк они у благотворительной организации следовательно денежные средства свои банк будет возвращать если бы вы заняли кому-то денежные средства своим знакомым или родственникам рано или поздно вы бы все равно их вернули обратно я думаю не подарили бы просто так своим родным и близким сто восемьдесят восемь тысяч ну возвращать я думаю это понимаете сергей алексеевич оплата необходимо произвести вам сегодня крайний срок завтра правда оплата вашей задолженность тогда подскажите где мне взять эти деньги а вы должны были уже за 33 дня примерный план возврата денежных средств парня все возможные планы пробовал ну вот нету денег вот у меня получил же такой 25 тысяч 400 рублей у вас на задолженность необходимо оплатить сегодня или завтра она как вы будете обладать и сергей лиц и нежных средств нету а вы только недавно обещали погасить долг насколько мне известно сотрудниками нашими разговаривали устроиться на работу не получилось и ну и нету денег вот ночью получается вы понимаете что халатное отношение к вашим обязательствам может не позволить дальнейшем кредитоваться вашей семье да я это как вы думаете ваши близкие родственники будут рады тому что они не смогут взять кредит в банке в виде наличных взять товар в рассрочку да да вы уже обеспечили всех своих родственников на будущее абсолютно всех а почему вы не можете себя тогда обеспечить какому так получилось я думаю вы прекрасно понимаете что банк свои денежные средства рано или поздно вернет в каком порядке будет это сделано в договольном или принудительном решать вам я не думаю что вы тот человек который ищет лишних проблем с банком объясните пожалуйста анна Алексеевна вы индивидуальный предприниматель сергей директеевич вам необходимо сохранить свою кредитную историю вы сами прекрасно знаете что взять кредит в банке это достаточно удобно достаточно легко потому что банк ни о чем не думает это раздает им все всем подряд да а это вы и про себя сейчас говорить конечно мне банк предложил я подряд не банк предложил я лихеевич вы взрослый человек один банк если бы вы не хотели брать кредит а вы бы его не брали вы самостоятельный человек решение вы принимаете сами никто вас не заставлял брать кредит насильно вас никто не приводил на марифе на сетях того что-то меня не кредит взяли на себя обязательства добры их выполнять вот меня вы сейчас нарушая кредитный договор нарушается законодательство российской федерации вы сами прекрасно понимаете что кредитный договор носите юридическую силу между нами не просто условные отношения а юридические а вы знаете что все споры мы в суде должны решать правильно вы понимаете что вам дается время сергей алексеевич для решения данного вопроса в добровольном порядке но я уже 30 дней пытаюсь решить этот вопрос у меня не получается ну вы же как-то планируете выходить из этой ситуации наверняка же у вас есть какие-то дополнительные денежные средства я не думаю что вы его свалить у нас 4 стенах и питаетесь воздухом правильно сергей алексеевич без света без воды без других удобств наверняка нет вы находите на это денежные средства значит вы сможете найти денежные средства на погашение своего кредита ну пока на данный момент не хватает только вот на жизненно важные вещи на данный момент нашем банке вы просто на задолженности находитесь нас никакого подтверждения тому что у вас нет доходов не имеется тогда ожидайте аналитимов ответственно если вы это не подтвердили если вас не назвали банкротом сергей алексеевич и вы не подтвердили это в суде других у вас никаких подтверждений нет страхового случая у вас также не происходило соответственно оплата должна поступать если оплата не поступает банка работает ожидайте найду работу заработаю деньги не вопрос вам дам все до копеечки что ожидать когда это будет вам кредит выдавался на условиях того чтобы чекать вместе производить оплату ровно срок аналитимы вот вы звоните мне возьмите они когда вы захотите сергей алексеевич лично вы любите вечер аналитик он никто обыдал от облачивать но у кого кто-то обыдал от облачивать границ чтобы мне звонили всем утра и я сотрудник банка вы должны не мне лично вы должны нашему банку сергей алексеевич вы мошенник давайте проверим кто вы хорошо сергей алексеевич кроме того что я думаю вы прекрасно понимаете что вам звонят кредитные организации и данные все данные по вашему кредитному договору хранятся в банке и не передаются третьим листом я думаю если вы грамотный человек вы должны это знать и сомневаться в том что сотрудник я этого банка или нет я думаю аналитин вы мне дадите хоть слово сказать давайте он мой давайте его цифрую понятно будете вы тут будете подтверждать сотрудник я или нет да они нужны я прекрасно и так знаю что я сижу в банке звоню в банк и являюсь сотрудником банка сергей алексеевич это вы знаете лишь наш догадки вы оплату производите по своему счету и по своему номеру договора в кредитном договоре сергей алексеевич я вам не предоставляю данные виде номера счета или кредитного номера кредитного договора правильно сергей алексеевич вы отправляете денежные средства по своим данные которые имеются у вас на бумаге с банка поэтому сомневаться в том что мошенники это или нет я думаю давайте сделаем так в письменном виде пожалуйста требования сергей алексеевич в нашем банке прописано на сайте банка также в банке на стенде прописано что банк имеет право выставлять требования таким образом прописано что нам письменном виде общения продавим проекта нет вот я нет иди сходите в банк предоставлены мать и выбрать общение с банком я не хочу по телефону разговаривать если вы нарушаете условия кредитования то уже банк решает каким способом решать данный вопрос аналитин вы слышите меня как удалось достучаться не хочу с вами общаться по телефону или кич вам придется общаться общаться по телефону погашайте свой кредит и не ожидайте последующих звонков но вам придется общаться сотрудниками банка если вы находитесь на дисциплина обеспечении службы взыскания восточного экспресс-банка аналитин алексеевич звонят не только вам вы это прекрасно знаете звонят вашим родственникам и также вашим знакомым которых вы указали в кредитном договоре своем если вам нравится получать эти звонки я думаю навряд ли им нравится это верно все-таки эти звонки немного мешает их жизнедеятельности вы подумайте об этом как вы все сказали все у семьи не хранили с ним с ними хорошее отношение после звонков банка это хорошо подумайте о дальнейшем ну дальше что в вашем отношении да не что вы скажете о принудительном взыскании вы не говорили про родственников вы сказали 25 тысяч рублей необходимо оплатить вам сегодня тройник рога вы сказали сроки мне дали что еще вы скажете мне я от вас слушаю что вы собираетесь делать и здесь сергей алексеевич влажа руки и ждать когда звонки из банка чудесным образом прекратятся и задолженность ваша будет погашена кем-то не стоит в этом мире ничего просто так не делать без вашего участия по вашим делам поэтому дерзайте оплачивайте свой долг ну хорошо ладно вы вы зашли в эту ситуацию вы допустили эту ситуацию будете добры самостоятельно решать данный вопрос 25300 рублей банка ждать от вас сегодня либо завтра ну пускай ожидает анна алексеевна в итоге осталось ни с чем вот хоть и нормальный голос но это все скорее всего благодаря автору спасибо за этот ролик отличный ролик займет почетное место нашем канале так вот анна алексеевна оставалась максимально корректной потому что автор провел я так понимаю эксперимент он намеренно не ходил на какое-то на какое-то противостояние а в ответ ей там анна алексеевна анна алексеева то есть не давал и поводов а повышать голос но она может быть там не полностью деревянная по пояс и поэтому держала себя в руках но заметьте как вот они начинают тараторить как они себя ведут когда человек начинает аргументы выкладывать действительно актуальные данном конкретном контексте а вот ну она буквальном смысле шантажирует да я буду на месте автора сказал это шантаж это уголовно наказуемое деяние вы шантажируете тем что намереваетесь создать трудности моим родственникам близким это буквально смысле шантаж потому что по-другому это я расценивать не могу но так или иначе автор был максимально сдержан слышно это было что я уверен очень сильно бесит такую публику которая пытается пытается оппонента скажем так склонить к какому-нибудь ну состоянию такому некомфортному для него но и понятное дело здесь было выдержано все до конца блестяще анна алексеевна в итоге стелась я в конце ролика намеренно не стал оставлять порядка пяти минут как она не клала трубку то есть автор ее названивался спрашивала анна алексеевна ну кладите трубку анна алексеевна долго долго очень не клала трубку хотя вы знаете вы слышали у нас на канале уже один из коллекторов по моему рассказывал который кто слышал там коллектор который утверждал что он инвалид там и так далее нечем заняться кроме как людей гонить мучить и ну и вот он рассказывал что вроде как у них отменили вот это вот обязанность вынуждать должника первым класть трубку сейчас вроде как это не имеет значения хотя может быть и у всех но так или иначе демагогию не будем здесь разводить но я предлагаю для тех кто хочет узнать больше посмотреть описание этого ролика на внизу будут ссылочки все необходимые на вебинар на наш который очень скоро состоится он бесплатный совершенно свободный но под свободное количество мест на тигре ограничено аудиторию не можем искусственно растягивать до бесконечных размеров поэтому записывайтесь как можно быстрее есть сайт на наш ой ссылочка на наш сайт нашей фирмы алиам где вы узнаете из видео на этом сайте как устроена работа кредитных юристов что вы делать можем для вас и ссылочка на нашу группу вконтакте которую вам необходимо вступать ну и конечно же подписывайтесь на наш канал будьте всегда в курсе на связи был кузнецов дмитрий руководитель компании алиам автор канала всем хорошего настроения счастья здоровья успехов вам и вашим до свидания